итак привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами сегодня мы продолжаем знакомиться с технологией а сп нет корр и поговорим с вами о классе который называется стартап класс стартап является входной точкой приложения с нет корр этот класс производит конфигурацию приложения настраивает сервисы которые приложение будет использовать устанавливает компоненты для обработки запроса или миду в если мы обратимся к файлу программ cс то там есть следующие строки да мы с вами разбирали это на прошлом уроке и у нас здесь есть use стартап и тип данных до стартап и если мы перейдем сюда то мы перейдем именно в класс стартап да вот собственно мы с вами здесь находимся итак метод use стартап устанавливает класс стартап в качестве стартового и при запуске приложения среда сп нет будет искать сборке класс с именем стартап и загружать его однако в принципе не обязательно что класс назывался именно стартап мы всегда можем изменить соответствующий вызов файле программ cс ну на любой там называть наш класс там процессор там процесс там короче любое кастомное название и после этого среда будет искать при запуске приложения класс с указанным вами название ну и собственно в этом случае нам нужно будет определить в проекте соответствующий класс описать его класс стартап свою очередь должен определять метод конфигуры давайте сейчас и вам его покажу вот наш метод конфигура и также опционально в стартап можно определить конструктор класса и метод конфигура сервисы сейчас вот наш конфигура сервисы и конструктор здесь у нас сейчас оси на не определен ну в данном случае у нас пустой шаблон нам это не критично вас нет миссии там будут уже некоторые вещи прописаны в этом конструкторе об этом мы будем рассматривать и говорить с вами дальше при запуске приложения сначала срабатывает конструктор затем метод конфигура сервисы и в конце срабатывает метод конфигура эти методы вызываются средой аэспринет в общем вы сейчас перед своими экранами наблюдаете собственно как выглядит класс стартап для пустого приложения то есть асп нет корр шаблон м здесь у нас на стартап программ cс ну и принципе все если он допустим нужно выполнять какие-то простые вещи организовать простой какой-то ненагруженной api которая будет работать быстро и не и непринужденно то ну почему бы нет сейчас я открою свою шпаргалочку вот собственно если давайте поговорим о конструкторе стартап в конструкторе происходит как правило начальная инициализация конфигурационный наступ конфигурационных настроек приложения если мы создаем проекта sp-net по типу mt то вклад то класс старта в таком случае не будет содержать конструктор до по умолчанию об этом я уже сказал но при необходимости мы можем определить конструктор например следующим образом давайте вам сейчас покажу давайте самом верху определим наш конструктор и он будет принимать следующие параметры и хостинг и роман и айлогер factory ну а данном случае данный конструктор можно будет использовать для работы с средой да на которые хочется приложения и для того чтобы использовать логирование собственно теперь подсматривать свою шпаргалку ай хостинг инвер момент позволяет взаимодействовать со средой которая запускается приложение да и логер factory представляет механизм логирования нам не обязательно использовать все эти параметры мы можем использовать лишь некоторые из них либо сделать конструктор вообще без параметров ну и там инициализировать какие-то там базовые вещи там я не знаю какой-то конфиг ваш читать там что угодно то есть перед запуском если вам нужно что-нибудь про инициализировать пожалуйста да можете определить пустой конструктор и здесь про инициализировать какие-то вещи которые вам нужны и так ну к примеру в проекте по типу web application да ладно далее давайте поговорим о методе конфигура services вот он данном случае у нас пустой принимает он в параметрах ай сервис collection services сейчас поговорим пару примеров для чего это можно использовать данный метод является необязательным и он устанавливает сервисы которые используются приложением качестве параметра он принимает объекта и сервис collection который и представляет коллекцию сервисов приложений с помощью методов расширение этого объекта производится конфигурация приложения для использования сервисов все методы имеют форму от ну и далее название сервиса в проекте по типу empty данный метод как вы видите на своих экранах не содержит каких либо действий он пустой ну а к примеру в application данный метод имеет следующее определение давайте вам просто для примера покажу это будет в будущем да то в веб-аппликейшн у нас здесь просто сервис из до этой миссии мы добавим сейчас пакет добавили пакет ну чтобы это все так нет данных готова нам пакет все пакет прогрузился все и теперь мы можем использовать миссии в нашем приложении то есть сюда можно набрасывать разные штуки до разные сервисы которые вы используете там этом виситом это еще там что-нибудь ну давайте посмотрим что то что у нас еще есть сервис ну и добавлять различные сервисы на дата протекшн локализацию логирования там кэширования и прочее прочее то есть таким образом вы собираете нас таких вот маленьких частичек добавляйте сервисы вашего приложения то есть на этом застрять внимание пока не будем далее поговорим подробнее так далее метод конфигуры давайте поговорим о нем собственно вот наш метод конфигуры давайте его рассмотрим метод конфигуры устанавливает как приложение будет обрабатывать запрос для установки компонентов которые обрабатывают запрос используются методы объекта и аппликейшн билдер но собственно данный параметр до объекта и аппликейшн билдер является обязательным параметром для метода конфигуры кроме того метод может принимать еще два необязательные параметры ай хостинг environment и ай логер факторы ну вы можете видеть на своих экранах что пустом шаблоне давим те по умолчанию да здесь еще есть ай хостинг и мера манда и ай логер факторе логер факторе на то есть два объекта нас еще дополнительных параметрах они не обязательно повторюсь для чего же они используются ну я уже это озвучивал да эти параметры играют ту же роль что и в конструкторе нам то есть логирование и взаимодействие со средой метод конфигура в проекте по типу m empty непосредственно обрабатывает запрос давайте сейчас со своей шпаргалочки чтобы было удобнее вам показывать скопируем несколько другом виде на это все дело вот добавим комментарии 1 до логер факторе это консоли устанавливает в общем занимается установкой консоли для вывода блога далее у нас условия да если приложение в процессе разработки дата выводим информацию об ошибке при наличии ошибки на то есть уже здесь такое разделение на уровне кода там да у нас продуктив либо там разработка в таком виде далее непосредственно происходит обработка запроса получаем контекст запроса в виде объекта контекста есть и про контекста и здесь уже внутри идет отправка ответа в виде строки hello world а вот такие пироги в итоге при запуске проекта по типу empty мы увидим в браузере наш hello world делать не буду сделайте это сами создадите пустой проект ничего сложного нет ну и которая устанавливается в виде ответа в методе а про вы это уже видели об этом рассказал метод конфигура в проекте по типу empty выполняется в нем выполняется не так много работы но если бы мы взяли тот же метод из проекта спнет по типу в application то там было бы гораздо больше действий давайте наперед да немного забежим это все дело покажу наш метод и в нем уже следующее до установка лога да здесь у нас от дебака для отладки также у нас дам браузер link поддержка браузерных ссылок там прочего также здесь у нас есть установка обработчика ошибок установка установка обработчика статистических файлов далее здесь у нас установка компонентов 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 mvc для обработки запроса ну и внутри здесь уже да у нас маппится road по которому у нас будет происходить собственно обращение до шаблон роутинга там до контроллер допустим home action индекс если нужны там какие-то параметры и так далее ну об этом будем уже общаться с вами следующих уроках в общем подписывайтесь чтобы не пропустить новых роликов будет интересно повторюсь у меня будет покрытие полного курса асп нет кор в следующем уроке мы с вами обсудим конвейер обработки запроса и мидовая то есть будет интересно спасибо за внимание ставьте ролик лайк смотрите другие видео надеюсь интересно и полезно пожалуйста если не сложно поделитесь роликом со своими друзьями и жду от вас как всегда ваших веселых и грамотных комментариев с вами был айти навигатор спасибо за внимание и до новых встреч пока пока